Раз у нас есть такие объекты, давайте попробуем использовать Возьмем наш trainDataLoader и попросим у него первый же батч То есть если мы вот в такую конструкцию его обернем, то на выходе он отдаст нам батч x Это батч с одним тензором И чтобы посмотреть на вот это изображение, которое выходит из даталоадера Нам нужно сделать обратную операцию к тому трансформу, который происходил выше Сначала нам нужно сделать обратную операцию к toTensor Когда у нас выполнялся toTensor, у нас немножко поменялся порядок размерности изображения У нас в изображении была высота, потом ширина, потом каналы А когда мы превратили это в тензор, то у нас были каналы, потом высота, потом ширина И соответственно нам нужно вернуть обратно Это делается с помощью метода permute Мы возьмем первое изображение из батча После этого мы превращаем это дело в numpy array И нам нужно вернуть обратную нормировку То есть вернуть те значения, которые были до нормировки То есть нам нужно умножить на вот эти константы и прибавить вот эти константы И в результате у нас получается исходное изображение То есть наш даталоадер действительно работает Давайте вот из этих четырех строчек составим функцию Чтобы можно было быстро вызывать ее и смотреть на изображения, которые получаются у нас в даталоадере Функция будет выглядеть вот таким вот образом Она в принципе делает все то же самое И теперь мы хотим посмотреть на все изображения в трейновом даталоадере Там были некоторые трансформации Каждый раз, когда вы делаете какие-то трансформации Вам, наверное, интересно посмотреть, что будет в результате И мы видим, что действительно у нас есть вырезание некоторых частей этих изображений Тут иногда бывает момент, что мы вырезаем очень маленькие кусочки И по этим кусочкам ничего определить невозможно Например, вот тут не очевидно, что это чистая тарелка То есть если у вас, например, вырежется просто кусок стола И сеть будет штрафоваться за то, что она неправильно определила класс Это, наверное, будет не очень хороший сигнал И тогда нужно будет изменить параметры Вот random size crop, чтобы он вырезал большие участки И, ну, флипы мы как раз тут не видим То есть мы не понимаем, отразилось изображение или нет И как раз это хороший довод в пользу того, что такие флипы делать нужно Потому что они у нас точно увеличивают датасет При этом человек как бы разницы не видит Хорошо, дальше у нас ячейка с функцией train model Но сперва я хочу рассказать про следующую ячейку В которой мы зададим все необходимые вещи для тренировки нейронной сети Это, во-первых, модель, то есть архитектура Во-вторых, это loss-функция В-третьих, это метод градиентного спуска И тут есть еще четвертая опциональная вещь Это планировщик того, как будет уменьшаться шаг градиентного спуска Но к нему немножко позже Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!